МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый закон, принятый депутатами, единогласно, сразу в двух чтениях, начнет действовать уже в октябре. Над его разработкой народные избранники трудились почти год. В итоге Амурская область станет первым регионом в ДФО, где организацию детского питания начальной школы власти возьмут на себя. Губернатор предложил такую модель питания, чтобы все наши дети с 1 по 4 класс питались в школе в рамках котлового удовольствия и имели горячее питание. Мы эту идею поддержали, объехали в школу, изучили механизмы питания, изучили стоимость питания, после чего вышли от фракции с предложением. И этот законопроект, он в своем роде уникален для ДФО. Мы первые, кто кормим всех, будем кормить всех наших учеников начальных классов горячим питанием. У нас порядка 42 тысяч учеников начального образования. Предварительная сумма – это 53, чуть более 53 миллионов, но она может быть скорректирована, с учетом того, что этот опыт мы ставим первый раз. И в зависимости от того, как пойдет обратная связь, либо будем добавлять, либо будем корректировать. Еще больше амурчан смогут воспользоваться мерами соцподдержки. Областные парламентарии отменили критерий нуждаемости для многодетных семей. Если раньше, право на них имели семьи, среднедушевой доход которых ниже двукратного прожиточного минимума, установленного в области, то есть меньше 22 344 рублей. В случае отмены этой нормы, право на социальную поддержку появится еще примерно у 500 многодетных семей региона. Всего же в Преамуре проживает более 9 тысяч родителей с тремя и более детьми. На сегодняшний момент многодетные семьи получают льготы. Это 30% льготы за жилищно-коммунальные услуги, бесплатный проезд школьников, бесплатное питание школьников, одежда для школьников один раз в год. Кроме того, данным законопроектом мы утвердили еще и тот норматив, что дети инвалиды от 18 до 23 лет, инвалиды первой и второй группы будут получать социальные льготы, социальные пособия именно до 23 лет. Не до 18, как было, а до 23 продлили этот возраст. В первом чтении на заседании рассмотрели новый закон о безнадзорных животных, нововведения связаны с обновлением федерального законодательства с 1 января 2020 года. В частности, документ разграничит полномочия региональных органов власти в сфере обращения с хвостатыми беспризорниками. Основная ответственность по организации, содержанию и мониторингу численности бездомных собак ляжет на областные власти. Это только первое только видение его, потому что в дальнейшем будет работать, я надеюсь, большая рабочая группа. И, конечно, мы за один месяц с ним не выйдем. Почему? Потому что часть положений вступает с 1 января 2020 года, но уже на сегодняшний день мы поддерживаем инициативу, в том числе, предположим, Ленинградской области, которая сегодня будет рассматриваться. И они нашу мы тоже направляли с переносом сроков на 2022 год по некоторым пунктам. В числе приятных поправок – поощрение охотников за помощь охотоведов в пересчете или подкормке животных, в частности, предоставление квот на добычу копытных вне очереди. Всего народные избранники рассмотрели на заседании около 50 вопросов. В числе главных – распределение более 1 миллиарда доходов. Большая часть средств, свыше 300 миллионов рублей, по традиции будет направлена на подготовку к предстоящему отопительному сезону. Почти 150 миллионов на ежемесячные выплаты за рождение первенцев. Около 120 миллионов пойдут на приобретение лекарств, санавиацию и подготовку ПСД для ремонта поликлиник. Кроме того, за счет бюджетных средств планируется приобретение 28 квартир для детей-сирот и 5 для ветеранов боевых действий. 26 августа при Амуре посетила делегация из Северной Кореи. Основная цель – знакомство с регионом и его руководством. В рамках своего визита северокорейские гости встретились с депутатами Законодательного собрания Амурской области, обсудили основные направления сотрудничества между Преамурием и КНДР. В области культуры, в области науки, образования, также они рассматривают нас как потенциальных партнеров в других отраслях экономики, найти точки для совместного сотрудничества. Отношения между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой имеют глубокие исторические корни. 70 лет назад был подписан первый официальный российско-корейский документ – соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве. В 2012 и 2019 годах делегация Амурской области провела переговоры в Пхеньяне. В 2018 и 2019 северокорейцы посетили нашу область с ответным визитом. Основной потенциал для сотрудничества они видят в сфере сельского хозяйства, а также строительстве и лесной промышленности. 23 октября 1994 года состоялись первые выборы в Амурское областное собрание. Именно эта дата считается днем рождения регионального парламента. Сегодня расскажем, с чего все начиналось и о работе депутатов первых двух созывов. Амурское областное собрание состояло из 30 депутатов, избираемых тайным голосованием по 15 двухмандатным округам на 4 года. Возглавил новый законодательный орган Анатолий Белоногов. Если депутаты областного совета доверят мне, то я с полным чувством ответственности буду исполнять те обязанности, какие положены исполнять обязанности председателю областного собрания. Фактически весь первый год был посвящен формированию нормативной базы, на основании которой могла быть выстроена система управления регионом. Важнейшими документами, принятыми депутатами первого созыва, стали устав основной закон Амурской области и регламент, послуживший основой для последующей деятельности законодательного органа. Дальнейшая работа была связана с решением задач социально-экономического развития Преамурия, прежде всего в сфере социальной защиты граждан, организации органов государственной власти и органов местного самоуправления, ограничения полномочий, бюджета и налогов, поддержки реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, а также инвестиционного, земельного и административного законодательства. Депутаты второго созыва с 1997 по 2001 годы возглавляемые Виктором Марценко свои усилия направили уже на качество законопроектов. Народным избранникам наряду с принятием базовых законов Амурской области приходилось вносить изменения в уже действующие законы региона. В процентном отношении это составляло большую часть законодательной работы. Депутатами второго созыва был полностью разработан блок законов по отзыву депутатов, главы администрации области, глав муниципалитетов и депутатов представительных органов местного самоуправления.